Госавтоинспекция всегда работает на опережение. Здесь, как и в болезнях, лучше предупредить, чем лечить. Сотрудники ГАИ целый год проводят профилактические уроки, беседы и интерактивные игры. Все, чтобы максимально обезопасить детей. Только мы, взрослые, можем помочь ребенку научиться хорошему поведению, вежливости и, конечно, безопасности. Уважаемые родители, контролируйте досуг ваших детей и подавайте им правильный пример. Никто, кроме вас, не расскажет о безопасности так, как это должно быть. Культура безопасного поведения на всю жизнь формируется с самых ранних лет. Поэтому детей обучают уже с детсадовской скамьи. К каждому возрасту свой подход. Для малышей это игры и сказочные герои. Здесь идут в ход пазлы, лото, картинки и даже мультики. И надо отдать должное. Дети в своей четыре с небольшим уже знают о знаке дорожного движения и как правильно переходить проезжую часть. Надо переходить дорогу на зебре. И на пешеходном, либо на светофоре. А как переходить дорогу, если вы на самокате или на велосипеде? Да, ну надо тогда вот так вот взять в руки и пойти. Встать, а потом пойти. А потом, когда вы уже на тротуаре, можете обратно и ехать. Так, на самокате или на велосипеде или на скейте. Детей постарше только мультфильмами не пронять. Тут уже голь на выдумку хитра. Инспекторы на время становятся и аниматорами, и хендмейкерами. Предусмотреть любую чрезвычайную ситуацию и дать советы на все случаи жизни невозможно. Но научить быть осторожным можно и нужно. Прежде чем перейти дорогу, надо посмотреть налево, дойти до середины, потом посмотреть направо. Еще нельзя играть возле дороги. Ездить по дорогам на великах можно только с 14 лет. Я всегда, конечно, беру с собой фрикер. У меня он где-нибудь всегда висит, чтобы если машина едет, она его не заметила. Но ответственность лежит на всех участниках движения. И нам, взрослым, стоит проявить особую внимательность. Лишний раз притормозить перед пешеходным, осмотреться на перекрестках, возле школы, во дворах. Ваша осторожность может предотвратить беду. За прошлый год в Бобруйске зарегистрировано 13 ДТП с участием несовершеннолетних. В 11 из них ПДД нарушили именно водители. На деле же все просто. Вовремя взять ребенка за руку, еще раз напомнить правила безопасности, а главное быть примером. Ведь воспитание – это зеркало, в котором отражаетесь вы сами. Кристина Рианц, Карина Гуревич, Максим Галеонко. Итоги недели.